Ребята, всем доброе утро. Сегодня у нас рыбалочка опять. Сегодня я на байдарке. Хочу попробовать покидать на спиннинг, щучку половить. Ну, в основном щучку, наверное. А так, кто попадется, щучка, окунек. Посмотрим, в общем. Жорика не взял, потому что он бы точно байдарку перевернул. Вы сами видели, да? На байдарке надо немножко приноровиться. А Жорик такой опасный тип, он бегает по бортам, точно перевернет. Сейчас скачаю байдарку и, наверное, пойдем посмотрим красоты москворецкие и попробуем половить рыбку. Так что, смотрим. Посмотрим, сколько она лежала все лето в гараже. Сидушки, ремкомплекты, насосик. Накачали. Закроем все клапана. Сидушку я уже тоже поставил. Я ее даже не собираю. Как в прошлый раз с Петровичем были, я ее не складывал. Сюда сейчас еще пинки положу. Кусочек, а то на холодном ПВХ неохота сидеть. Так вот, нормалек. Весло у меня фингибоберное. Опа, есть такое дело. Где-то я тут прятал кирпич для якоря в том году. О, а почему я не взял свой якорь? Потому что, ребят, смысл мне тащить якорь с собой, если я здесь возьму, сейчас привяжу и потом опять его здесь оставлю. Не учу до машины тащить. Я же не подъехал сюда, прямо к берегу на машине, правильно? Вот и вся любовь. Якорь сразу в лодку. Спиннинг. Разматываем. Миллион раз спрашивали по поводу этого спиннинга. Ребята, у этого спиннинга нету фирмы. Он прямо с завода, с китайского завода, который делался для Японии. Поэтому, ребят, сам не знаю, что это за спиннинг и что. Тест у него 7,21. Но я ловлю на него всеми весами. Он отлично отрабатывает. Легкий, жесткий и чувствительный. А вот по поводу катушки. Шимана Твин Пауэр 4000. Пиджи. Типа, крякнула она, ребят. Все, зашумел ротор. Точнее, главная пара зашумела. Теперь все. Кранты, можешь так сказать. Посмотрим. Я ее разбирал, смазал. Там очень большая выработка. То есть, ну, как бы, Твин 4000. Я его нигде не мог не перегрузить. Нигде не мог его перегрузить. Потому что, как бы, ему вот эти веса 35 грамм. Должны быть вообще ни о чем. Но, тем не менее, он уже все. Очень я был расстроен. За такие деньги Шимана уже не то. Тем более, я ее никуда не ронял, не кидал. Все время бережно, все время в чехольчике ездить. Вот такая вот неприятная ситуация. Здесь обязательно нужно поводок ставить. Потому что основной основная цель рыбалки это, конечно, щука. Тут уже без поводка никак. И поставлю для начала проверенную годами и временем мэпс-вертушечку. Вот такого плана, троечку. Аглия лонг. 7, 9, 10. Опачки. Есть такое дело. Все, спиннинг готов. Сейчас фрикционно отработаем. Это все. Все вещи убираем. Гермарюзачок. Чтобы, не дай бог, у нас ничего не перевернулось. И не утонуло. Вот так вот. Так вот. Ну, с богом. Опа. Так, ну что, погнали. Надо приноровиться равновесие держать, а то при забросах качает. О, первая рыба, окунярик. Тихо, дружище. Вот так вот, иди. Ну, куньки есть, это уже хорошо. Есть. Есть, Комптор. Тихо, тихо, тихо. Тихо, щука. Не скажу какая. Опа. Вот она. О, ребята, здоровая. Здоровая, реально. Ну, сколько она, не знаю, полтораха. Полтораха, сто процентов. Уже не газуй, подруга. Все, 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 все. Уже попалась. Сейчас куканчик у меня есть. Самопальный. О, ребят. Ай, нормалек. Нормалек. Так раз. Вот она. Смотри, как погнула немножечко вертушечку. Вот она, мэпс. Старая французская вертушечка. Постоянно выручает. Вот я знаю точно, что на нее всегда клюет. И причем клюет и щука, и окунь, и судак, и жерех, и головль. На эту, именно вот, размер тройка. Ладно, сейчас попробуем еще. Вот. Ладно, сейчас попробуем еще. О, здесь. Знаете, ребята, я уже потихоньку начинаю привыкать к байдарке. Только кажется, что она такая валкая. На самом деле, если баланс держать и веских движений никаких не делать, все великолепно происходит. Единственное, надо еще... Я сейчас весло разобрал, вот, и, как бы, одной частью подгребаю. Ну, здесь мне не нужно на большие расстояния переходить. Поэтому достаточно одной половины весла. Раз, два... О, четыре... О, четенько получилось. И здесь зимой жерлица стояла однажды. Нормально, щетчик тут поймал штуки, три-четыре, наверное, за утро. О, щуренок, малыш, дружище. Ну, ты у нас идешь домой. Бабусю свою зови, давай. Бабусю и гусю. Че, классная рыбалка. Вот еще щуреночек попался. Отлично. Так. А тут че у нас под кустиком? Трансу. есть кто-то, черенок что ли, да, малыш, ну ладно, сам снялся, молодец надо выйти на обед, приготовить вкусненького ребят, смотрите, Юрича нашел, Юрич, ты откуда здесь, вдруг откуда не возьмись, появился Юрич сейчас, плотвы, ну вот такая плотва, короче говоря, лютая, да, байдарка, да, не знаю, что она лежит со съемкой, вещь, да, да, она так маленькая, легкая, но, блин, чудовище, в ней сидишь ты, ну, уже привык, я уже с ним привык, более-менее, я тебе говорю, что здесь у тебя вот два кольца поперек, у них шест, одно из труб, по мяча обычных этих, самых простых детских, и ее не будет так опрокидывать шук вот она, сколько, сколько мне, Юрич нет, двушка, наверное, есть, да потрещали с Юричем, Юрич ходит с берега, ловит на блесенки тоже, три окунька поймал, маленьких ну, хоть последние деньки сейчас осенние, теплые скоро все закончится, скоро сейчас хмурые, дожди начнутся постоянно чего, еще бы одну щучку съедобного размера просили меня щучки привезти и можно собираться домой есть, зорька, го про с ними видео го про не хочет снимать видео ой, вот она, вот она щучка гуляй зацепил на ветку, зараза главное, ничего не сделаешь, ветер сильно кто-то попался окунек, наверное надо якорь бросить опа а, да, окунешек окунек, окунярик иди еще один окунек да, 5 окунек ну, мелковатый окунек был бы побольше вот так вот порыбачили ой окунек окунек ну, все, ребят закончилась, в принципе моя рыбалочка на сегодня что могу сказать вообще доволен поймал рыбу поймал щуку причем хорошего размера отдохнул шикарно считаю, что провел время обалденно костерок пожег и посидел на бережку отдохнул, можно сказать, душой и телом вот такая вот щука попалась я думаю, что она, наверное ну, я не знаю сколько килограмма полтора по два, наверное не знаю собрался и еду домой к своим девочкам так что, ребята всем счастья здоровья любви, удачи и всего самого лучшего с вами был, как всегда Ра Марио Агро Щедрич Субтитры сделал DimaTorzok